Сегодня уже в Варшаве начнет работу Международный центр противодействия дезинформации. Дипломаты и журналисты из 12 стран Евросоюза и НАТО будут искать противоядие от пропаганды, которую Кремль распространяет по всему миру. Из МИДа Польши, где разместится Международный экспертный центр, с подробностями мой коллега Александр Папко. 14 признанных журналистов и дипломатов из Польши, Литвы, Франции, Испании и других стран Европейского Союза и НАТО завтра соберутся здесь, в Варшаве, открывает свою работу Ukraine Communication Group, то есть группа по связям или освещению событий в Украине. Задача экспертов из области международных отношений журналистики огромна. Они должны решить, как противостоять кремлевской дезинформации, которую российские власти распространяют на огромную территорию от Центральной Азии и Европы до Латинской Америки и стран Африки. Мы создаем координационный механизм. Мы разделяем наш труд наиболее эффективным образом. Эксперты будут вырабатывать креативные решения. Распространить их в СМИ не будет проблемой. Проблема – это как добраться до необходимой аудитории, как выработать наиболее эффективные послания. Огромное количество людей едет в Украину через Польшу. Это журналисты, политики, лидеры общественного мнения. Военные корреспонденты также едут из Украины через Польшу. Отсюда мы сможем намного быстрее и проще передавать их первые впечатления всему миру. Какой информационный продукт международная экспертная группа будет производить и как будет доносить его до аудитории, участники пресс-конференции не пояснили. По их словам, это будет ясно только после начала работы. Александр Попко, Игорь Романов. Для программы «Вот так. Варшава». К другим новостям в России закрывают исправительные колонии. Вот только связано это не с гуманизацией законодательства или с уменьшением числа преступников, а с отправкой заключенных на войну против Украины. Продолжение следует.